Welcome, welcome! Ну что ж, шестая неделя, первый день, начинается с матча команды Cloud9 против команды TSM. А у меня перед этим вырубался интернет. И, наверное, многим интересен, куда я пропал. Мы тут в перерыве должны были сыграть одну игру, может быть, даже две успели сыграть бы с VIP-косом. Но где-то на 13-й минуте игровой у меня вырубился интернет. Это примерно 13-ая минута была и по времени. Причем это произошло довольно странно. Играю-играю, слышу хлопок за окном, такой, знаете, как будто гром. Но так как я в наушниках, он немножко так был... более плотненький такой звук. И бах! Смотрю, у меня интернет пропал. Я просто подхожу к линии, и мой чемпион бежит дальше. Ну, знаете, такой бах во время игры. Пытаюсь позвонить в службу спасения. Спасение моего провайдера. Это провайдер. Ничего. Тебе же честь понизит. Ну, мы там выиграли за 15 минут. Я думаю, мои союзники меня не репортили. Ну, так вот. Получилось как? Позвонил провайдеру, он не отвечает. У них там автоответчик вообще трубку не поднимает. Ну, думаю, ладно. Грустно все. Видимо, взорвалось что-то на улице. И еще моя мама тут и говорит, что там взрыв был. Ты что, не слышал? Я такой, ну, я слышал какой-то хлопок. Но там был какой-то крупный взрыв. И на улице стоят парни какие-то. Две парни и девчонка. Машина у них гудит. Знаете, так как будто они ее разогревают. Хотя сейчас не зима. Греть машину бессмысленно. И я слышу их диалог через окно. Я на кухне стоял и слышу диалог. И они такие говорят, ну что, они приедут? Ну, после того, что мы сделали, точно приедут. И я такой, что? А вон, едут, едут, кричит девка. И хопа, кто-то подъезжает. Какой-то бусик. Мне стало страшно. Я не хотел стать свидетелем преступления. Поэтому я отошел. И где-то через 10 минут интернет появился. Ну, такие дела. Но, правда, я в течение этих 10 минут еще позвонил своему провайдеру один раз. И там автоответчик уже сказал, что мы знаем проблемы в моем, мол, районе. И они это все исправят. Так что есть вероятность, что эти вот как раз люди, они такой сюрприз устроили. Знаете, новогодний сюрприз там. Ну, или, может, на день рождения сюрприз своему какому-нибудь товарищу, который в ночной смене работал. Вырубили интернет, чтобы его вызвали сюда. И он приехал. Ну, так вот выглядело для меня. Это был террористический акт. Трансформатор вырубили. Нет, если бы трансформатор, тогда бы вырубился свет. Свет-то остался, скорее всего, они как раз кабель. Но, правда, а зачем холопок тогда со взрывом был? Могли это просто сделать? Короче, террористы, террористы, ребят. Все, русские захватывают. Они же по-русски тоже говорили. Ай-яй-яй. А еще компания, в которую я звоню, Болтком, они вначале представляются как, ну, типа, Лайпнем Лудзом, бла-бла-бла-бла. Это типа, добро пожаловать, вы дозвонились до... Ну, по-латышски. Вы дозвонились до телекомпании... Ну, да, на телекомпании, кстати говоря. Болтком. И если у вас есть какие-то проблемы, типа, нажмите такую-то кнопку. И потом начинается перечисление, какие кнопки. И знаете, когда они перечисляют, какие кнопки, что происходит? По-русски идет перечисление. Ай-яй-яй. Это опасно, опасно. Вообще тихо надо говорить сейчас. Сейчас все подслушают, и все, и придут, разберутся со мной. Но у меня еще была версия, что это все делали Руриуты. У них трансляция закончила, и они хотели обрубить мне количество зрителей. Такая версия тоже присутствует. Зак, он специально вбивается мне в доверие сейчас, чтобы выяснить, где я живу. Он это выяснил при помощи ВКонтакта, там написано, где я живу. Приехал. И сам лично, лично сам заложил. Наложил. Сделал все, что угодно. Бандитская Латвия. Музыка из криминальной России сейчас в ушах. Возможно, так оно и есть. Ну что ж, команда Cloud9 против команды TSM. Разница между ними 2 очка. А по позициям, кстати, разница между ними. Пятая позиция поделенная, кстати. Пятая позиция. Там огромное количество команд на пятой позиции. И команды... Ой, ну куда ты идешь? Ой, моя кошка, она по яблоку ходит. Что ты делаешь? Я яблоком накусил, а она на него наступила. Ну, вот что мне, как у него теперь есть. Пять на пять у нас. Статистика команды TSM. Это пятая позиция. Она поделена там с четырьмя, по-моему, командами. То есть это, по сути, там на одно очко разница между первой позицией и пятой позицией в чемпионате Америки. А вот команда Cloud9 определенно находится на последнем сейчас однозначно. Детойсят взрывами. А то. Ну, зрители они мне убрали. У нас было 600 зрителей. Теперь осталось только 240. Ничего не сделать. Набирайте. Всем распространяйте это видео. Говорите, здесь идет трансляция. Здесь ведется борьба, борьба. Команда TSM против Cloud9. Интересно, я сейчас в банной пике мы обсудим, когда игра начнется. Я сейчас просто говорю еще интересную статистику, которую Riot нам привели. Статистика, точнее, это не Riot, а пользователь один. Я нарядите привел. Статистика гласит о том, что есть довольно неплохая вероятность того, что будет 9 тайбрейк матч по окончанию недели. Честно, шестая неделя. Всего будет 9 недель. То есть, еще осталось у каждой команды по 6 игр. Всего лишь... Нет, по 8 игр, подождите. Да, по 8 игр. Шестая неделя же только началась, да. Шестая, седьмая, восьмая, девятая. То есть, понимаете, 8 игр еще осталось. И если все пойдет по тому раскладу, который парень расписал, то будет 9 мэн тайбрейк. Это 9 команд будет тайбрейкать между собой. Соответственно, там будет просто жесткий, долгий такой плей-офф матч между всеми. Квина у нас появляется для Сники. Сники ее на стриме много раз играл. Показывал, что он не хуже Дрейвен Мэйнера Тайлер Первого. Играть может на этом чемпионе. И в этот матч он ее решил взять. Пернатый против Пернатого. Одна использует перья как сама по себе. А Квина у нас использует своего ворона, чтобы сидеть на нем. Интересно. Ну так вот. Самое интересное, что в том раскладе, который 9 мэн тайбрейк образуется, то есть одна команда не попадает в этот тайбрейк, как раз таки не попадала туда команда Клауд Найн. То есть при его подсчете команда Клауд Найн туда не попадает. Но он рассказал, что есть еще интересное количество тайбрейков. Их будет 7. И при них он команду Клауд Найн туда вчислил. Там будут тогда первые позиции между несколькими командами. Там первая, вторая, третья. Займут собой уже команды. А вот за плей-офф будет 7 матч тайбрейк. Так вот интересно. Забавно парень провел статистику. Это означает, что у команды Клауд Найн все еще есть шансы попасть в плей-офф. И есть шансы даже попасть на тайбрейке. Не только в открытую в плей-офф. То есть многие тут переживают, что они вообще уже вылетели. Нет, они могут. Им нужно просто выигрывать. Им нужно выигрывать больше, чем проигрывать. Это логично. Сам же Сники во время одного интервью сказал, что им нужно проиграть не больше трех игр до конца сплита. Они уже две игры проиграли с тех пор. Две недели подряд они играли. Одна победа, одно поражение. И статистика получилась 1-1, 1-1, соответственно 2-2. Эта неделя, если они тоже сыграют 1-1, это будет статистика 3-3 у них. И лимит тогда поражения будет исчерпан. На этой неделе, если я правильно помню, команда Клауд Найн довольно слабые соперники. Ну, слабые не по именам, а именно по самой игре. Если на прошлой неделе они играли с ЦЛГ, с которыми, хрен ты, что сейчас делаешь, они очень сильные, то ТСМ это совсем не команда против Клауд Найн. Несмотря на пик, вот закрывая глаза на пике, я могу сказать, команда Клауд Найн должна их победить. Потому что Клауд Найн самая агрессивная команда на чемпионате. Клауд Найн делает наибольшее количество золота за первые 15 минут, забирает наибольшее количество драконов в первые 15 минут, делает почти всегда First Blood, и при этом еще забирает объекты, помимо дракон, еще и вышки. В то время как ТСМ это самая слабая команда по early game, и получается, что команда Клауд Найн просто их должна разгромить в начале, правда, команда ТСМ одна из самых сильных команд в late game, которые, кстати, они сейчас и набрали. У них более сильный late game, нежели у команды Клауд Найн, но у команды Клауд Найн свои плюсы тоже имеются. Есть Дженсен, усиливающий за счет Лулу, Кенредку и Квину. Есть, конечно же, Браумс Мунда, это тоже сильные late game чемпионы, но, давайте объективно говорить, комбинация Raycan, Сиджуани, Чагат, это монстр комба, и Кендредка вместе с Квиной вряд ли справится против них. А сверху там еще будет Зая расстреливать, и Зоя своими заклинаниями бросаться. То есть команда ТСМ, если сможет выстоять натиск команды Клауд Найн, первые 15 минут, то все. По статистике, куда больше ТСМ проигрывали даже матчи Клауд Найнам. Интересно. Насчет этой статистики я не знаю. Как у них очные встречи между Клауд Найнами и ТСМ. Последний раз, когда Квину играли, это был матч Дигнитос против ТСМ. Кто играл ее, нам не сказали. Скорее всего, это были Дигнитос. Не помню, что бы те СМ играли Квиной. Это был 14-й год, ребят. Четвертый сезон. Дигнитос были довольно слабые команды в тот момент. Ами Кьюти Пай был у них в составе. Киви Кит был в составе. Сент Вишес был в составе. И вот этим не самым крутым составом команда пыталась чего-то добиться. Но добилась она только последнего места в американском чемпионате. Предпоследнее, кстати. Последнее место, так, по-моему, команда Вулкан взяла в 2014 году. Можете объяснить, в чем прикол Медовый Лулу. Лулу запушивает линию и позволяет в Эмоджанглеру заходить в Чужой Лес более агрессивно. А Кендредка как раз этим и хочет заниматься. Заходить в Чужой Лес и забирать стаки. Понимаете? Со стаками, кстати, Блаберу повезло. Он забирает первый стак. И вот теперь мы переходим к интересной информации. Блабер. Кто такой? Куда делся Свен Скерин? Свен Скерин во втором составе команды Клауд Найн. После своих неудачных игр даже на Грагосе. То есть, понимаете, я помню вам шутку рассказывал про то, что он ушел из команды ТСМ. Сказал в интервью, что наконец-то команда Клауд Найн позволяет ему играть на чем угодно, кроме Грагоса. Бла-бла-бла. Но в итоге он не начал тащить. И Клауд Найн посадили его на Грагос. Даже когда он играл на Грагосе, он все равно проигрывал матчи. Так вот, команда Клауд Найн решили заменить его на Блабера, с которым Сники провел много академических игр. Тренировочных вот этих вот во втором составе. Сники с ним наиграл. Процесс даже Сники играл на Миденнис, как раз фунелинг стратегию. Так что Блабер знает Сники, уже как бы они сыграны. Да даже Дженсен играл с Блабером, когда первую неделю Дженсена не было в основе команды Клауд Найн, а был первые две недели даже, получается. Голден Глуб был на Мидео, у команды Клауд Найн основной. Значит, они знакомы. Но вот теперь мы подходим к Зайзалу. А Зайзал — это игрок, которого Клауд Найн посчитали лучше Смуте. Не знаю, с чем это связано. Может быть, с шатколами, может быть, это связано с индивидуальной механикой. Может быть, даже это просто связано со Сники. Сники лучше с ним с энергией проводят, более уверенно выигрывает Бот Лайн, нежели со Смуте. И главный тренер команды Клауд Найн решил Смуте отправить во второй состав, после которого команда Эхофокс предложила команде Клауд Найн аренду Смуте. Мол, мы у вас его возьмем в аренду, дадим вам какой-нибудь мусор в ответ, помимо денег, а вы нам его продадите. Ну и они согласились, команда Клауд Найн с удовольствием. Но про Эхофоксов, прошу прощения, мы еще с вами поговорим сегодня, когда до них дойдет речь. Тогда и будет более подробно вся эта информация. А так, просто знайте, что Смуте сейчас не в Клауд Найн, он сдан в аренду команде Эхофокс, и если аренда продлится, то он уже официально Эхофоксом останется навсегда. Ну а что касается... Так было с Контрактом, например, Контракт тоже сдан был в аренду в команду Golden Guardian. Команда Клауд Найн почти никогда не продает игроков, вот что интересно, они почему-то их всегда в аренду сдают. То есть у них не заканчивается контракт с командой Клауд Найн, и команда Клауд Найн этого игрока отдает в другую команду. По-моему, только Метеус единственный игрок, у которого закончился контракт, и с ним его не продлили. Я вот сейчас так думаю? Серьезно? Если задуматься, Лемон Нейшн, Хай и Болз, они ушли во второй состав команды Клауд Найн, который был потом перепродан, весь этот состав. А Метеус это единственный игрок, который у команды Клауд Найн был в основе, у него закончился контракт, и Клауд Найн с ним его не продлили. Хм. А все остальные игроки, тот же самый Раш, они его до конца сплита оставили, но он уже ушел в стримерство. Бони Фуфу, он просто ушел в стримерство. Это не было такого. Знаете, что игрок остался в прогеймерстве, и Клауд Найн такие, ты нам больше не нужен, ты плохо играешь. Такого не было, кроме как с Метеусом. Все остальные игроки, они либо в стримерство уходили, вот Бони Фуфу, Раш, кто у нас еще там был, джанглер, команды Клауд Найн. Блабер здесь предлагает забрать дракона, он стартанул его не очень удачно, но не было обзора у команды TSM. В этот момент на ботлейне агрессию провела команда Клауд Найн. Это было специально сделано, чтобы никак не мог Грик помешать забрать этого дракона. Ликариша здесь пытается за товар давить, у него есть Доран, и под Дораном он, конечно, сможет здесь еще какое-то время пожить. Это килл в килл. Произойдет очень плюсовая ситуация для команды Клауд Найн, учитывая, что они могли просто потерять игрока без как бы потери. То есть все же за счет флэша он снял флэш с Хаузера и Хаузер правда ультой добил, насчет этого я не уверен, ультой ли он добил, или там ульта автоатака была, и заработал ли он стаки. Ликариш вернулся на линию, он без флэша, но купил себе магреску, и после этого его убить теперь будет невозможно. Давайте посмотрим повтор, достался ли стак Хаузер. Хаузер быстрее получил шестой, потому что крипы были запущены в сторону как раз таким Монда. Монда отфлэшивается, флэшается, не, он съел, определенно он съел Монда, поэтому стаки заработал. Что касается Бьерксона, он как раз играет ту самую линию Лулу против Зои, которую я сегодня видел на ЛЦЛе. Это единственная игра, которую я посмотрел от начала и до конца, и я ужаснулся тому, что Лулу умудрилась сделать килл на Зои на линии. Как видите, здесь по какой-то причине не смог Бьерксона убить Дженсен. Возможно, просто у Бьерксона лучшая механика на Зои, а возможно, просто потому что Лулу не может убить никак Зои вообще на этой линии. Она идет впереди по фарму, но это скорее связано с тем, что она запушивает постоянно Зою, а Зоя говорит, если ты придешь в Сиджуане, мы сможем повоевать. А Сиджуане ей в ответ говорит, а если я приду и придет еще Блабер, что будем делать? Ну вот. И Бьерксон такой, твоя правда, твоя правда, друг. Не стоит нам так рисковать. Блабер по вартам пробегает на топ-лайн, но в реальности он хочет краба этого забрать, и никто ему не идет мешать, а Блабер еще его не делает. Он так долго и уныло продумывает, делать ему его или нет. Он ждал, видимо, пока у него откатится смайт, чтобы точно не было никаких проблем, и забирает стак еще один себе. Это второй стак в этой игре. Кстати, если подождать, третий стак накинется на вот этого краба, перепрыгивает Блабер. За ним устроили погоню Сиджуане и Грик, но нет. Кто не знает, вот если долго этого краба не забирать после того, как вы забрали второй стак, на краба 100% перекинется стак. Но он так и так перекинется на краба, правда только тогда, когда краб появится, потому что краб вроде должен появиться раньше, чем этот Громб. Громб не будет повторяться, а именно на краба пролетит. Но тут уже какой краб будет? До третьего стака на крабов выпадают стаки, до третьего включительные имеется в виду, выпадают стаки для Кендретки. Зачем они нужны? Вы знаете. Увеличивать урон, исходимый от заклинаний Кендретки, и, конечно же, увеличить рейндж автоатаки. Первый пауэрспайк на стаках это 4, надо стака собрать. Второй пауэрспайк это 7, дальше 10, ну и каждый плюс 3 стака будет увеличиваться у нее урон и рейндж автоатаки. Бабер делает флэш, чтобы замедлить Хаузер, Хаузер прописывает Сайлнс, но это все бессмысленно. Шикарный, кстати, килл, такой килл, который в салку вы никогда не увидите и к такому киллу ты не привыкаешь. Вот мне нравится, когда такие убийства совершают разные команды, это не только касается там, потому что сейчас кладнайны это сделали, вы знаете, что мне сама нравится эта организация, я из-за них болею очень часто, но это вообще красиво, то есть ты стоишь спокойно за Чагата, получаешь топор и ты умер, все, и ты думаешь, как это я умер, а все очень просто. Ликариш ускоряется, но у тебя продолжают убивать топорами, у тебя флэша нет, а ганг вышел уже. От этого ганга вернуться нельзя, потому что тебя просто из Трайбуша побежал в наглую кендред, к тебе где вард-то надо поставить, чтобы знать, как избавиться от этого ганга. Везде там надо варды ставить, но так это невозможно. Только контрганг мог здесь помочь, но его не образовали. Блабер у нас играет в атак спид предмет, не очень хорошая заизаловская стеночка, он то ли хотел стенкой перья ешку отрезать, то ли что, я не совсем понял. Или бы может промахнуться заизал банально, но так или иначе не получилось убийство, Сники сделал здесь прыжочек Звена, Звен нажал свою ульту, напоминаю, что у Сники Квина. У Квины фактически нет ульты. Это чемпион без ультимативной способности. Многие, наверное, не знают, что оно делает. Давайте по порядку сейчас расскажу. Квина у нас получается кушка, накидывает блайнд на любого противника. Противник теряет обзор, как вот находясь в тумане от Грейвса, и не может давать автоатаки. Если ты промахиваешься, конечно же ничего не будет. Помимо этого, есть метка, которая постоянно накидывается Квиной сама по себе, либо ты ее можешь накинуть при помощи заклинания Ешки, либо своей кушки. И эта метка позволяет вам нанести двойной урон по противнику. Особенно это хорошо работает, если у вас есть криты, уже собранные, потому что криты тоже в два раза больше будут наносить. Там нет такого, что просто идет прибавка какого-то урона. Но там именно цифры прибавляются, очень классные. Но так вот, помимо этого, у вас есть Ешка, она, по-моему, не давала пенетру, она давала просто замедление по врагу, и метку ты набрасываешь. Сам делаешь рывок в него и отпрыгиваешь назад. Многие ее используют для агрессии, но вообще это заклинание считается защитным заклинанием, как у Кейтлин. То есть в тебя вбегает Чигат, ну, Чигат, ладно, плохой пример, Сиджуани, допустим, и ты просто даешь Ешку по ней, отскакиваешь назад от нее, она до тебя добраться не может, потому что она замедлена, но ты ее можешь перезабивать. А Чигат плохой пример, потому что, когда ты так прыгнешь с него, он, скорее всего, даст по тебе легчайшую Кушку с легчайшим Сайленсом, и ты обречен. Хотя посмотрим. И вот тут мы подходим к культе Квины. У Квины ее нет. У Квины есть помощь Валора. Валор это ее вот этот петух, который летает рядом с ней. На самом деле это Ястреб, поскольку я помню. Нахаузер очередной ганг организовывает, правда, теперь у него есть флэш, замедляет его пока Ликариши, подходит сюда Грик, надо уходить Ликариши, попадает под Сайленс, замедляет Шко Стан, по нему прописывает Грик, но дальше он не пойдет. Команда ТСМ аккуратничает они. Напоминаю, что они вообще стараются лейтгейм только играть, а вначале ничего не делают. Часть игр. Так вот, Квина получает невероятную скорость передвижения. Это заклинание стоит сначала 100 маны, потом 50, потом 0, и садиться она на этого Валора может каждые 2 секунды. То есть безкдешная ульта. Оно увеличивает скорость передвижения Квине, и ты можешь просто лететь с одной точки на другую. Это круче телепорт, это круче, чем твистад фейтовская ульта, по той простой причине, что ты можешь за несколько секунд оказаться в любой точке, какой хочешь, и нет такого, что ты ограничен передвижением. Такие дела. Ну и, соответственно, ты прилетаешь туда, и ты от Керри, который может делать роумы по карте. Квина в основном играет на топ-лейне, но вот сейчас в последнее время начали играть на бут-лейне, потому что как брузера использовать. Правда, в этой игре она используется скорее как чистая Де Керри. Штормрейдер сделал Сники, чтобы первые автоатаки давали наибольший урон. Пол сплита прошла, у Майки Йонг так и не вышел. Да, Майки Йонг во втором составе команды ТСМ не особо тоже блистает, поэтому я думаю, он уже и не вернется. Но ТСМ все равно придется выбрать одного игрока запасного, хотя ТСМ как раз та команда, которая очень редко играет через запасных игроков. То есть обычно у многих команд, ты знаешь, вот этот шестой игрок, он крутой, ага, вот этого еще возьмут, а он тоже крутой. А здесь мы знаем с вами, что команда ТСМ, они просто не берут. Они вот пятерку взяли, и эта пятерка играет. Блабера пытается поймать, он шикарно увернулся от трех скиллшотов подряд, но вот один все же скиллшот пропустил, но успевает дать на себя ульту, который какое-то время ему даст. Сники впрыгивает, пытается убить ЗВН, дает ульту, промахивается. Сники тоже промахивается в ответ кушкой. Блабера так и не убили, я же правильно понимаю, да? Блабер жив. Сники садится снова на крыло, пытается улететь от Бьорксона, у него это получается, и Григу здесь никуда не деться. Грик попытается выиграть время, чтобы не отдать пассивку Блаберу, но Блабер вместе со Сники сюда заходит. Килл отдает Сники, Блабер зарабатывает стак. Команда Cloud9 1-4. Я вам уже говорил, Cloud9 просто невероятно агрессивная команда в начале игры. Если бы все игры заканчивались на 15-й минуте, даже если бы все игры заканчивались на 20-й минуте, команда Cloud9 была бы сейчас не 3-7, а либо была бы, сколько у нас, 10 игр, да? 8-2, это 15-й минут, а 8-2, не только две игры проигрывали по золоту. Либо, если к 20-й минуте, статистика была бы 6-4. Там все же две команды были, которые отыгрались. Понимаете? Но, к сожалению, игры заканчиваются, когда Nexus падает. И поэтому команда Cloud9 просто не умеет играть в мид-гейме и лейт-гейме в этом сплите. У них это какой-то косяк. С чем он связан? Ну, вот, видимо, со Свенс Керрином было связано. Подумал главный тренер. Взяли Блабера. С Блабером команда Cloud9 Ну, вроде играет, по крайней мере, не как H2K. Да, тут, конечно, Лулу, щиток. Но вот эта вот комбинация Лулу плюс Кен Рэдко очень жесткая. Вышку потеряли Cloud9 на бутлайне, но это вообще не страшно, учитывая, что они заработали себе еще одного дракона, хоть он и мусорный, но это ценой дракон. И заработали стаки для Кен Рэдко, у него уже 4. Теперь ей надо перепоставить стак на какого-то другого чемпиона, потому что Си Джуани, она наконец-то убила Сники с красным бафом. И вот в чем проблема теперь может быть командой ТСМ. Сники может оказаться где угодно на карте. А это в этом и проблема. Квен Рэдко Когда вы играете против Квен Рэдко, которая с топлейна либо с мидлейна, она может быть где угодно в любой момент игры. У нее нет ограничений телепорта, у нее нет ограничений о, слава богу, у ТФ больше нет ульты, о, Эшен без ульты, все, можно играть. Это глобал ульта, которая контрит с вардами, это да, но иногда даже варды могут не помочь, потому что ты можешь облететь эти варды, потому что ты очень быстро летаешь по карте. И, конечно же, ты даже по варду можешь пролететь так быстро, что человек, увидев, даже тебя не успевает среагировать. Скорость увеличивается передвижение в зависимости от того, какой уровень ульты. На шестом уровне не такая быстрая скорость передвижения, на одиннадцатом выше, но и на шестнадцатом самое высокое и бесплатное абсолютное заклинание. С базы Квена до Нашора и Дракона долетает, по-моему, за пять секунд на шестнадцатом уровне, когда обычно чемпион до Ту-ду доходит за двадцать восемь секунд, а ты за пять секунд. Ну, посмотрим. Квена это вообще, вот как раз мы сегодня обсуждали, флангующий, спредпушующий, там разные ассасин типа чемпиона, и вот Квена считается как раз флангующим ассасином. То есть она постоянно пытается с фланга ворваться в задников оппонентов и убивать. Такое вот, похоже на как раз-таки Эвелинку, на это. У меня максимальная скорость передвижения на Квене была 1700. Ну, 1700 это в пять раз быстрее стандартной начальной скорости, потому что начальная скорость 325, а у тебя было 1700. Просто представьте, в пять раз быстрее чемпион бежит, чем был в начале игры. Вот такие дела. Оушен Дрэки разве под Мондо не заходят? Не, но они заходят, просто они же в тимфайте не дают регенерацию. Так-то да, Мондо наполучает урон, Браун там наполучает урон на фэйс-чеке, отойдет, через пару секунд уже будет фул здоровья. Но зачастую Оушен Дрэки нужны только для начала игры. Вот сейчас начало игры идет у команды Клодная. Сники все думают куда-то выскочить, но не получается у него нормально ворваться. Лула ушла на мид и помогает Браун ушел на мид лула, там давно уже стоит и помогает Кендрэдки теперь за стаками гонятся, за изала у нас, а Сники стал стандартным брузером на ботлейне. Это первая игра в Америке, да, первая еще у нас после этого будет 4 игры американцев. Плавер предлагает забрать Геральтку. Времени еще есть, там 2 минуты и подпушил Сники ботлейн, обвышку теперь крипы умирают, а в этот момент он просто смещается на мид лейн, уже на миде и спокойно можно даже проводить здесь биту, Ликариш зачем-то стартанул этого Краба, ой, Дженсен получил много урона, Сники пытается ворваться туда, его пытаются убить, не может до него добраться Дженсен, чтобы ультануть и Сники, если честно, сыграл как бомж сейчас. Более того, это выкидыш, я вообще не понимаю, сначала они отдали Краба, который принадлежал команде Клодна, но они были в позиции, чтобы его забирать, потом Геральтку зачем-то продолжили бить, когда надо было просто ее зарезать и так называемо, то есть отправить ее на восстановление здоровья, а потом еще Сники ворвался под вышкой в четырех игроков, и ему никто физически никак помочь не мог там. совсем не понимает, зачем он это сделал, но ладно. Теперь как бы есть Геральтка у команды ТСМ еще из-за того, что они убили Сники, они спокойно сместились на ту плейн и сломали вышку и уже вышли вперед по золоту, хотя они только что проигрывали тысячу. Давайте посмотрим повтор, что произошло. Ну, все нормально, Сники уворачивается от Ешки и решает ворваться в Бьерксона. Митя просто прыгает на него, Грик тоже туда прыгает и все, но это бред какой-то. Я говорил про фланг Ассасина, я это по-прежнему за то, что фланг Ассасина, но не так, то есть даже если бы он здесь был с Эдом каким-нибудь, это тоже было бы плохо, или Талоном, это тоже была бы плохая игра. Квин ловит Чарм, если Ешица в Райкана с ультой. Да, ловит. Квина Ешка на самом деле блокируется большинством заклинаний врагов. Пузо, Грагоса вас откидывает, Сиджуани кушкой вас откидывает, то есть Ешка это такое очень нестабильное заклинание, поэтому для старта во время сражения не советую использовать именно Ешку. Лучше просто дать автоатаку, ваша ульта все равно успеет задеть врага, потому что сверху, а да, я забыл, что ульта еще забыл про это сказать, ульта еще наносит урон, когда вы слезаете с петуха вашего. Ой, ловит, здесь он нас заизал, он тут же прижимает клинт, остается в живых, вот теперь можно хорошо посражаться, потому что узкое пространство для команды ТСМ не самый лучший вариант, команда ТСМ попадает в контр-инициацию от команды Клаудна, они сники цепляются за Звена, пытаются его поймать, прыжочек, замедление, автоатака, пошла ульта, сники отходят в сторону, в этот момент там умирает, все же Сиджуане цепляются, они за Звена добивают его, но Бьерксон скорее всего сделает 2 кила, да, Бьерксон хорошо отыграл, сники не мог здесь дальше продолжать, у него не было здоровья для войны. Сники играет чисто в адекере к вину, не в леталите к вину, которую мы чаще всего с вами привыкли видеть, это Госблейд плюс Даскблейд, сники пошел у нас через Разерблейд со статиком сейчас. Это билд более лейтгеймовый и более такой отпушивающий, но зато очень мало урона в начальной стадии игры, именно вот это мы сейчас с вами и наблюдаем. Он даже Звена по сути один на один сейчас убить не смог, то есть он уже пролетит мимо и нападет на Звена и Звена его победит. Давайте смотреть повтор, вот видите, Звен остается с фулл здоровьем, Сники тоже с фулл здоровьем бежит на него и проиграет эту битву. Тем временем вышку сломала зато Квена, зато вот с этим билдом у вас нет проблем со сплитпушем, вы вечно можете сплитпушить, вас поймать вообще невозможно, нужно отправлять больше двух игроков, ну а Блабер здесь агрессивненько сыграл и заработал килл для своей команды. Зато пассивка будет лейти откатываться и из-за этого будет еще больше урон. Не, 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 да, это билд лейтгеймовый, это билд полностью лейтгеймовый, просто сейчас на одинаковых предметах его победила Зая, но я думаю, если мы возьмем всех чемпионов адешного типа и расставим те же самые предметы в 7М, Зоя, ой, извините, чуть ли не последний чемпион будет, ну кроме Эза, понятное дело, и Зоя эти предметы вообще не подходят или Коркеттам. То есть тем, кто автоатакер им, если подходят эти предметы, она чуть ли не худшим будет, но вот Квина оказалась еще хуже с таким предметом. Хотя, знаете, в чем проблема, я думаю, связана со Сникой рунами, он использует руны леталити, которые подразумевают этот билд ты будешь делать, а не Пресс-Д-Атак или Флитфуд-ворк, но при этом он играет в Атак-спид, криты. Такое. Мне это не очень нравится, не импонирует этот билд. Команда Cloud9 потеряла вышку на миде, свою вышку ТСМ пока еще обороняют, но и дракона они урвали. ТСМ начинает просто у команды Cloud9 уже в мидгейме все забирать. Как и обычно, команда Cloud9 на 15-й минуте выиграла игру, 2000 было преимущество, ну там 1700 было. Было плюс 2 дракона на 15-й минуте, было по вышкам счет 1-0, если я правильно помню. Не, 1-1, 1-1 был, потому что они на боте сломали им ТСМ и ФБ же забрали, а Cloud9 на топе сломали вышку. И дальше началась вот эта вот ахинея, к которой мы привыкли. И, ну что значит привыкли? Мы как раз таки не привыкли, потому что команда Cloud9 и команда ТСМ это команды финалисты. Самое большое количество финалов американского чемпионата было между этими двумя командами, шесть финалов они играли друг с другом. Начиная с ЛЦС, который существует в Америке со второго сезона, с третьего сезона, второй сезона его еще не было, команда Cloud9 и команда ТСМ ни разу не пропускали чемпионат мира. Более того, команда Cloud9 ни разу не была такого, чтобы они не вышли из группы. Как и команда ТСМ ни разу не смогла выйти из группы. У них наоборот. Команда Cloud9 выходит из группы, а ТСМ и не выходит на чемпионатах мира. Помимо этого, у ТСМ был ИЕМ, у Cloud9 был ИЕМ по выигрышу, были и рифтривелсы, все международные турниры команда Cloud9 и ТСМ посещает, но не в этом году. В этом году их там не ждали. Очень плохо отыгранная, несыгранная обе команды, уж не знаю, что произошло. Некст игра какая? Я не помню расписание, если честно, потом скажем об этом. Ну, пока типа равенство золота это вроде не так плохо. я оставлял за ТСМ и лейтгейм, я уже про это говорил, все же Сники, я когда оценку давал, я Сники считал, будет играть в леталити, ну, там два предмета на леталити, а дальше два предмета на криты и пенетра, то есть вот такой, я думал, будет билд, а в итоге он пошел полностью в крит билд, сейчас будет инфинити-эйдж собирать, поэтому здесь больше, более лейтгеймовый такой получился квинт билд, так что у команды ТСМ где-то лейтгейм 60 на 40 будет за ним, из-за того, что у них все же, конечно, комбинация танков и инициаторов адовая против Сники дал просветку, но никого не задил, ну, кто так-то просветки, он даже не знает рейндж чемпиона, хреново, он даже ближний куст просто не проверил, идет инициация по кендредке, это очень ошибочно было с командой ТСМ делать, потому что кендредка легко под Лулу, конечно же, останется в живых и Килл уходит за командой Клауднайн, можно вышку на меде сломать, можно попытаться на Шора делать, но на Шор такое себе занятие, правда, Ушендреки есть и вы знаете, что Ушендреки помогают вам регенерировать здоровье, если даже на вас сейчас выйдет команда ТСМ, Клауднайны смогут просто отойти, восстановить здоровье и вернуться, Пинкварт был поставлен сверху, Грек собирается играть с Майт Войну, ну что ж, Блабер, твой выход, потому что, судя по всему, будет до конца уже с Майт Война, 3000 осталось у на Шора, 2000 не хотят Клауднайны доводить на Шора, потому что есть Хаусер, который может сделать флэш, укус, и после этого проблема. Команда Клауднайна хотят сделать инициацию, Бьерсон ошибается, куда он полез? Ты что же сделал-то, Бьерсон, это такой выкидыш только что. Спокойно стоим и стреляем, Клауднайна уже забили на на Шора, уже было видно, что они в мыслях своих все, уходим. Оушен Дрейка нам здесь не поможет, надо просто отойти, восстановить здоровье и все. Но он решает сделать прыжок ультой, а, ребят, прыжок ульты Зои только в бронзе работает. Если вы с этого прыжка не делаете килл, вы, можно сказать, рассказывайте своим оппонентам, где вы сейчас окажетесь. Туда и скиллшоты полетят, и все остальное полетит. Бьерсон сейчас полную хрень сделал, при этом не убил даже игрока. Смотрите внимательно. Ошибка была, Митя делает зачем-то инициацию этого бред Сивы Кобилла, из-за этого умирает Звен, который не успевает нажать R. Это ошибка тоже. В этот момент ликариш отзонил. Перематывает нам сюда, щиток у Браума заканчивается. После потери щитка команда ТСМ начинает их поукать. Вот Бьерсон тут поук первый, пронес нормально, потому что у него прыжок начинался отсюда, заканчивался здесь. Сюда ворваться к лобнойной не могут. И смотрите, что он сделает дальше. Он пройдет вперед на рейндж просто автоатак уже всей команды Cloud9 и отсюда еще сделать прыжок вперед, чтобы как минимум здесь 2 секунды оставаться. Ну, кто так играет? Ну, это... А, сейчас он сфлэша это сделал. Да, подождите. Вот сейчас это повторится. Вот сейчас это повторяется. Этот же момент. То есть там он сфлэша сделал, а сейчас он это сделал уже через ульту. Ну, и просто ликариш говорит спасибо. Как бы, проще простого я на тебя нападу сейчас. А ты никуда не убежишь. У Зои несколько таких вот жестких контрпик чемпионов есть. И зачастую это все либо лесники, либо саппорты. Блабер успевает нажать QSS, который у него откуда-то взялся, дает ульту свою. Но не знаю, вообще нужен ли был этот товар дайв в команде Cloud9 без Сники. Попытка была убить сейчас Бьеркса, но он выживает вместе с Райканом. Сники, конечно, сломал вышку снизу, но тут потеряли Браумар ради ничего. Они могли и так просто эту вышку ломать без боя. Плаберу хотелось показать, что у него есть QSS. Видимо, в него скинули CC-эффект, тут же прожимает QSS, нажимает ульту, реагирует. Молодец, хорошая механика, но вопрос, а зачем нужна вообще такая механика, когда можно просто ломать вышку на миде без потери игрока. Дракон, кстати, еще один Ocean, и Cloud9, судя по их телодвижению, не очень стремятся его брать. А почему Шай играет вместе с Райканом? Потому что этих чемпионов выпустили одновременно Риот, и посмотрев на несколько других комбинационных чемпионов, были несколько таких комбинаций, которые привязаны были друг к другу. То есть Аде Керри плюс Саппорт неразлучимы. И можно отметить таких, как Север с Кармой почти всегда игралась вместе, их никогда раздельно не играли. Кейтлин плюс Моргана играется почти всегда вместе, неразлучимы. И вот Калисто плюс Трэш. Даже некоторым из этих комбинаций, например, Калисто плюс Трэш, дали однотипный скин, чтобы они были похожи. Потом люди подумали, а почему будем выпустить сразу комбинацию двух чемпионов на Ботлайн? Которые будет еще одна общая пассивка, чтобы было лучше. С плюс Тарик, да, С плюс Тарик, конечно же, забыл про это. Почему бы не выпустить сразу одновременно двух одинаковых чемпионов, которые будут друг друга, как говорится, бафать? И вот выпустили Заю Райкана одновременно, и вот поэтому Зая без Райкана почти никогда не играется. Связано это было с тем, я могу тоже объяснить, потому что сама по себе Зая была очень сильная. Риутам пришлось ее нерфить. Но чтобы эта комбинация Зая плюс Райкана не была очень слабая, Райкана забафали. И получилось так, что Райкана могут взять просто так, а вот Заю просто так никто не возьмет никогда. Может быть в дальнейшем Риут и поменяют эту политику, и Райкан станет очень слабым, а Зая станет очень сильной, тогда Зая будет пикать с любым абсолютно саппортом, а Райкана не будут брать без Зая вообще никогда. Хотя с этой пассивки нежели Райкана. Чегат скоро в карту не будет вмещаться. Чегат да, проблемно, конечно, для команды Cloud9. Нам срочно нужно ботарки собирать. Интересный билд у Блабера, смотрите. Он взял себе джангольский предмет BloodRaiser, который дает 4% урона по здоровью врага максимальному, и плюс взял BlackCliver, который дает 8% урона по здоровью врага максимальному, того 12% урона с каждой автоатаки. Сейчас он добирает BlackCliver, чтобы с каждой еще из этих автоатак резать армор Хаузеру, и вот тебе по сути почти трудомаг будет наносить под Чегат. У каждой автоатакой будет 12% урона по здоровью наносить. Чувствуете, да, как это жестко? То есть тебя по сути за 10 автоатак должен убивать спокойно кендредка. То есть тебе армор даже не поможет. У нее будет BlackCliver, который режет армор, у нее есть процентов от твоего здоровья и все. Там говорят Боттерка 8 от текущего я перепутал. Ну ладно. Ну значит не за 10. Ладно, за 15 автоатак он убьет. Ну понятное дело, что Чегат еще больше армора из-за этого соберет, еще у него Гаргуля появилась. Так что оттуда будет блокировка какая-то. То есть все равно 15 автоатак бы понадобилась. Но у команды Клодон вообще много процентного урона. Если задуматься у Чегата, хоть и есть это количество здоровья, но он внизу помогает против Мунда даже плюс Ешка еще, да. И W, Ешка Кендредке работает тоже по процентному здоровью. Только я не помню тоже там текущая или потерянная у кого что там плохо помню. Но у меня сейчас нет тут описания Боттерка, поэтому я ошибся. Бывает такое. Что касается Квине, вот ей бы тоже Боттерк добавить, но вот здесь я могу сказать, что она правильно, что его не собирает. Она пошла в Крит билд, поэтому Боттерке уже нет смысла собирать, это он просто будет мешать ей. Вот если бы она пошла в Леталити, тогда бы Боттерке и зашел. Как раз скорость атаки недостающую бы ей додал из-за того, что в Леталити билде нет, скорее всего, скорости атаки, и дал бы ей дополнительные уронки ее Леталити билду процентной, а теперь этого нет. И ей придется уже до конца играть таким билдом, сейчас ей нужно Ласт Виспер добавить, ну и QSS уже тогда доделает до конца. Почему черные Секера не поклон Доминика? Я так понимаю, ты про Ласт Виспера имеешь ввиду поклон Доминика, да? Не знаю, наверное, из-за того, что он процентного урона набрал и считает, что ему хватит и без всяких Ласт Висперов пробивать и Сиджуани и Чагата. А вот Сники надо обязательно делать, конечно же, Ласт Виспер и побыстрее. Зря он тут у нас лайфстил какой-то начал собирать Сники. Блин, Сники этим мне всегда не нравился. Он сильный атакерий, у него классная механика, стример неплохой и девочка из него тоже вышла неплохая, но он постоянно игнорирует Ласт Виспер. Его самое любимое действие это покупать Ласт Виспер с шестым предметом, а иногда вообще не покупать. А это его проблема, но я не знаю, где-то наверное с четвертого сезона, когда Ласт Виспер тогда как раз появился немножко другой. Помните, до этого Ласт Виспер вообще никто не собирал, а потом вдруг начали все собирать Ласт Виспер, потому что Риута его усилили. Ну что же, у нас здесь войнушка началась при счете 5-11. Хаузер страдает от скорее лекариша, чем Сники. Сники просто его автоатаками замедлял, садится на крыло, побили Хаузера, но у него там вармок, так что это все было мертвым припарки, он сейчас все восстановит. Правда, Клауд, они уже на стартанули на шорт, тут лекариша ловят, надо бы ему помочь, нет? Дженсен здесь помогать будет, если что, он дает щиток, замедление, нормально все. А на шорт тем временем осталось 5000 здоровья, не успевает ТСМ даже подойти, уже надо уходить ТСМ, они зачем-то продолжают идти дальше, Браун дает ульту, промахивается мимо всех, и не очень красиво все это выглядит, команда Клауд, они сами запутались, одна часть хочет за ЧК, там погоняться, другая часть за другой частью, команда оппонентов погоняться, Дженсен вообще забежал непонятно куда, сейчас Чарм, Блабер успевает Кьюсэсом себя спасти, Сники тоже нажимает Кьюсэс, флэшом уворачивается от скиллшота, да, уворачивается все же, и Хаузер убивает вместе с Райканом, команда Клауд, скорее всего выиграет этот матч, потому что они с Нашором и Бьерксену здесь не жить, Дженсенова слыша, догоняет, добивает, видите, как не хватает команде ТСМ, здесь как раз таки урона, они по всем провели фокус и никого не добили, а почему, потому что Киндредка, Киндредке надо 20 эффекта кидать, а не один, маловато было у команды ТСМ, ТСМ эффектов, чтобы Райкан сделал одну инициацию, Грик должен вместе с ним делать вторую повтор, я думаю, там был только 11 эффект кинут на Блабера, они его не успели убить, он просто своей ультой задефендил всю команду Клодайн, всех побили, но Клодайн победили, давайте посмотрим еще раз внимательно, так это, здесь размен, Клодайн и погнали за ними, Хаузер неудачно отфлэшился, и вот сейчас вот момент, вот он первый Чарм, после чего, да, Грик вообще как бы без ульты уже, только сейчас заметил, где-то ее потратил, дает он подкидывание, но уже как бы после того, как Чарм произошел, смейте внимательно, Чарм, и почему Чарм уже не кидает кушку, почему Грик уже не прыгает туда, его можно было просто удержать в СС эффектах и так и не дать нажать на кнопки, а все потому, что шатколов нет у команды ТСМ, они делают все хаотично, один игрок сделал, второй забыл сделать, в итоге убить никого не смогли, все остались с фулл здоровьем, относительным здоровьем, чтобы убивать дальше. Ну что ж, Зоя, по мне, вот MVP в этом матче, ой, MVP, Зоя, договорился, а Лулу, по мне, кажется, MVP в этом матче, потому что уж очень хорошо Бьерксона заденайл у нас Дженсен за счет своей Лулы и при этом потом не давал умирать несколько раз Блаберу и даже в конечном тимфайте Сники вытащил из беды. Кстати, и Бьерксон того же самого догнал через флэш и добил. Расстроен Грик, но у команды TSM это такое у команды TSM, конечно. Ну и про то, что у них нет сейчас джанглера сильного. Он есть, но он в запасе сидит. Видимо, он потерял мотивацию играть. Может быть, TSM слишком много ему платит, либо наоборот слишком мало. Уж не знаю, в чем проблема. Но Майк и Йонга они купили, избавились от Свенскерина. В итоге Свенскерин теперь и у команды Cloud9 не играет в основе. А может, просто была проблема с игроками. Что ж, в платье у нас здесь Оливье. Пока она будет брать интервью, я возьму паузу. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok.